приветствую дорогие друзья и в этом ролике мы постараемся ответить на вопрос когда покупать акции и какие акции покупать вообще стоит ли сейчас заходить на фондовый рынок поэтому если вам интересно узнать ответ на этот вопрос не переключайтесь и досмотрите ролик до конца ну и лучшей поддержкой благодарностью с вашей стороны будет лайк и подписка на канал что ж поехали если вы посмотрите канал более подробно то сможете заметить такую тенденцию что как правило я не рекомендую работать с отдельными акциями и сегодня речь пойдет о несколько статистических данных которые мы собственно рассмотрим в этом ролике то есть будет много графиков поэтому соответственно я снимаю видео в таком формате потому что мне тогда проще объяснять и соответственно доносить до вас информацию потому что тогда у вас будет перед глазами и я и соответственно информация что же поехали и сейчас на графике вы можете видеть следующую то есть данном случае я нанес индекс s&p 500 это свечной график до динамика на самом деле впечатляющая динамика да то есть как бы практически безоткатный рост был с 2009 года и в принципе не удивительно потому что с того момента пыхтел печатный станок а в двадцатом году вообще раздали огромную кучу денег но собственно сегодня не об этом а внизу у нас в данной вот области нанесен график это количество акций которые находятся выше на 200-дневной скользящей средней то есть сколько какой процент акции сейчас торгуется выше своей 200 дневной скользящей средней из списка акций которые входят в индекс s&p 500 и в данном случае мы видим что значение подобралось к 20 процентам это значит что 80 процентов акций из индекса s&p 500 торгуются ниже своих двухсотдневных скользящих средних я специально на графике ну вот можно даже добавить вот эту вот историю нанес периоды когда это значение опускалось до 20 и соответственно что после этого следовало ну и если мы посмотрим то в принципе в практически в 100 процентов случаев за последние годы когда индекс подбирался вот к таким отметкам то это было близко к разворот да то есть близко ко дну однако давайте посмотрим даже видно да то есть вот одиннадцатый год пятнадцатый год восемнадцатый двадцатый год после того как индикатор достигал таких отметок дальше следовал разворот и соответственно некоторый рост рынка однако у нас есть вот пример яркий 2008 год когда а количество ну данный индикатор также достиг отметки в 20 процентов после чего последовал отскок в 14 процентов да то есть как бы индекс s&p 500 после данного события отскочил на 4 процентов после чего конечно же последовал глобальный обвал в принципе глобально это укладывается в теорию и в сценарий который был разобран в ролике по дефляционный шок который вы можете посмотреть на канале называется мировой кризис ссылка будет в описании пожалуйста он отлично дополняет до данный выпуск поэтому соответственно чтобы была картинка полный посмотрите его если интересно вот и соответственно в текущих условиях становится большой большой вопрос как сейчас будет как 2008 году или же вот как одиннадцатом пятнадцатом восемнадцатом двадцатом и если говорить по меня то я думаю что скорее всего сейчас будет как 2008 году то есть на самом деле мы уже вот ну сначала года живем в медвежьем рынке то есть сначала российские акции рухнули потом за собой потянули европейские английские японские китайские причем с прошлого года китай в общем принципе в себе весь спектр активов падал причем если мы посмотрим тот же в глт это длинный трежерис они тоже с начала года вот посмотрите 2020 где 2 вот он тоже упали больше чем на 20 процентов да то есть как бы ну и соответственно получается так что а тихая гавань что кэш представляете оказывается кэш не бывает трешно это не значит нужно выходить в кэш нет это это просто лишь напоминание о том что не бывает безопасных инвестиций ну вот возвращаемся к нашему spx вот и в текущих условиях это эта ситуация просто лишь говорит о том что есть шанс что индекс s&p 500 в принципе а так как индекс s&p 500 является основополагающим то есть сейчас зависимости динамики индекс s&p 500 все остальные рынки двигаются плюс минус так же то есть корреляция между акциями всего мира она плюс минус идентична потому что индекс s&p 500 самый крупный рынок по капитализации сейчас и поэтому соответственно он пока до сих пор правит балла то есть когда эти корреляции сломаются неизвестно но пока имеем что имеем то есть соответственно есть предпосылки ожидать что в ближайшее время мы можем по индексу s&p 500 нащупать дно и соответственно развернуться так или иначе это будет укладываться в ту теорию про дефляционный шок потому что пока экономика разогналась ставки большие то есть разогналась то есть было влито много денег и она пока будет двигаться да и плюс соответственно рынке скопилось много негатива максимальный страх и для того чтобы двигаться дальше вниз да то есть нам нужно разгрузиться поэтому соответственно не исключено что мы можем достигнуть отметки 4300 пунктов по индексу s&p 500 это как раз будет те 14 15 процентов от минимума но просто вопрос вот с текущих отметок мы пойдем или все-таки еще немножечко снизимся до 3500 это конечно остается открытым но эта информация на самом деле глобально меня она мало интересует потому что я как инвестор вот то есть от какого уровня пойдем или не пойдем то есть текущих условиях я единственное что сделаю это пока ну то есть продаю путь опцион то есть у меня есть скажем что-то да о чем если хотите узнать у меня куплен не индекс s&p 500 а не то что альтернатива от другой тип акции который более подходит для текущего цикла в котором мы с вами находимся если интересно о нем послушать пишите в комментариях давайте продвинем этот ролик повыше я тогда запишу ну просто чтоб больше людей узнало то что я буду записывать об этом интересном инструменте ролика его никто не увидит да не вот соответственно давайте поможем друг другу вот и сад я просто в текущих условиях видя эту картину продаю путь опцион со страйком на 10 процентов ниже текущей цены этого актива и соответственно в любом случае я получу денежку либо если если рынок сейчас развернется то останется у меня премия если рынок все-таки подскорректируется то я куплю докуплю согласно плану этого актива по той цене под в том объеме и соответственно потом также заработаю на рост то есть в любом скажем так практически беспроигрышный вариант тем более что по плану мне все равно стоит увеличение позиции доли акции при определенных условиях которые будут реализованы именно на том уровне вот кстати еще в дополнение к этому о том что нас возможно ждет передышка я покажу вам вот следующий ряд графиков на основе статьи кстати с телеграм-канала если вам нравится больше читать а не смотреть видео то пожалуйста подписывайтесь ссылка также будет в описании и в данном случае на графике вы сейчас видите соотношение 30-дневной реализованной волатильности и скажем так прогнозируемой волатильности да есть такой индикатор индекс волатильности я не буду сильно распинаться если интересно послушать то есть курс разумный инвестор где все подробно разбирается пожалуйста ссылка в описании вот и в данном случае реализованная волатильность так это болотен которая была по факту обычная волатильность это индекс викс расчетная это прогнозируемая волатильность которую закладывают участники рынка на основе кстати прогнозируемой волатильности строятся премии всех опционов в общем не будем углубляться в теорию в данном случае ну то есть она есть в курсе разумный инвестор вот в данном случае у нас видно что соотношение находится у своих максимум то есть То есть реализованная волатильность была выше, чем прогнозируемая. То есть люди заложили больше рисков, то есть они перехеджировались, скажем так. И, как правило, эта ситуация говорит о том, что рынку нужно разгрузиться, соответственно, волатильность должна упасть. А волатильность снижается тогда, когда индекс акций растет, ну или хотя бы стоит на месте. Вот такая вот закономерность, которая подтверждает просто лишь тот факт, что, вероятно, рынок приблизился к моменту отскоков. Вот еще два других графика. Это вот десятилетняя история, причем на первом графике у нас тоже 30 дней. То есть реализованная волатильность за последние 30 дней к прогнозируемой волатильности и реализованная волатильность за квартал к прогнозируемой волатильности. То есть те же соотношения, что и в данном случае, но только здесь график соотношения построен, а здесь именно реализованная волатильность. Вот. Обратите внимание, что сейчас вот особенно за квартал реализованная волатильность стоит близка к максимуму и практически, да, то есть вот выше была она в 20-м году, ну и скорее всего в 2008 году, когда был очень сильный обвал. То есть это говорит о том, что на рынке слишком много страха и для того, чтобы дальше падать, то есть плюс еще есть новость в том, что многие закупились инверсными ETF на падение, то есть S&P 500 и естественно на таком негативе дальше падать достаточно сложно, если не произойдет какого-то коллапса. Вот. И естественно все это дает основания полагать, что вероятно мы подобрались по акциям где-то рядом с дном и возможен отскок, да, то есть возможен отскок и ну я же говорю, я не исключаю еще одного там забега к 3 500, да, по индексу S&P 500, ну то есть как бы как раз это, скажем, реализует цель и после чего там мы как раз таки и разгрузимся, да. Вот. Но вот все, что я сейчас говорю глобально для инвестора, ну как бы как использовать эту информацию для инвестора, да, то есть для спекулянта понятно, ищи точку разворота, заходи, stop loss, take profit, все, пожалуйста и так далее. Как использовать эту информацию для инвестора? Во-первых, если вы покупали отдельные акции, засели в каких-то, скажем так, неинтересных историях и так далее, для вас это шанс, скажем так, для вас это шанс после того, как реализуется этот отскок выйти, да, выйти, потому что, ну лично я считаю, что нас ждет сценарий 2008 года, но об этом мы с вами поговорим в следующем ролике. Если будет интересно, так же пишите в комментариях, потому что есть тоже достаточно интересная статистика, которая так же перекликается вот с роликом про дефляционный шок. Вот. И получается такая история, что вот инвестору стоит эту информацию рассматривать как исключительно возможность выйти из тех активов, которые были куплены, ну как бы ненужных активов, да, и перебалансировать свой портфель. Если у вас в планах было увеличение, было увеличение доли акции, то это так же достаточно эффективно можно использовать вот эту информацию для того, чтобы увеличить сейчас там долю акции на планируемые проценты. Ну как это делаю я, то есть у меня в плане есть и заложенная, то есть аллокация, там сейчас там была там 50 на 50, но планируется при текущих условиях увеличить там 60 на 40, да. И, соответственно, видя эту картину, почему бы этого не сделать, да, ну и, соответственно, когда реализуется отскок, то можно будет там вернуть прежний, если риски останутся прежними. Вот. А если отскок не реализуется, рынок упадет, ну как бы мы все равно по плану должны были там увеличить долю, поэтому, соответственно, тут без вариантов. Вот. Поэтому исключительно, ну, либо же ничего не делать, либо же провести внеплановую ребалансировку, только так можно рассматривать данную информацию именно для инвестора. Вот. Что касается остальных рынков, как я и сказал, так как индекс S&P 500 является прокси, ну, скажем так, глобального рынка, то есть если он растет, то, в принципе, растет все остальное. Это же можно экстраполировать и на, ну, криптовалюту, рынок криптовалюты, потому что корреляция, корреляция биткоин-насдак установил, видите, рекордную корреляцию, то есть вот я вам сейчас покажу. Практически, ну, на момент апреля 22-го года это было 100%, 100%, то есть биткоин, ну, то есть, а биткоин это, ну, скажем так, он отвечает за, в принципе, настроение на общем рынке криптовалют, соответственно, он коррелирует с NASDAQ. Так, NASDAQ коррелирует с S&P 500, соответственно, если по S&P 500 у нас реализовывается вот эта история, то это за собой потащит и рынок криптовалют, и, соответственно, в данном случае вы можете подобрать себе какие-нибудь, я не знаю, более волатильные криптовалюты и попробовать прокатиться на этом отскоке, чисто спекульнуть, заработать. Да, то есть, как бы, это, естественно, не инвестиционная история, вот, а чисто спекулятивная. Я, в принципе, планирую так делать, поэтому я сижу и как охотник выжидаю нужного момента разворота для того, чтобы через фьючерсы спекульнуть и попробовать словить вот эту вот историю. БТЦ и USD, тем более, что в раннем ролике про криптовалюту я записывал о том, что, а, в статье, в статье в Телеграм-канале я писал о том, что по биткоину есть шанс, что он отскочит до 30, там, 32 тысяч долларов за один биткоин. Но, опять-таки, не исключаю этого момента, то есть, если индекс S&P 500 пойдет на 3,500, все-таки это еще порядка 7, ну, там, 5% от текущих отметок, вот, то, соответственно, биткоин может потерять порядка 30%, а это, возможно, его опустит в область 16-12 тысяч долларов. Ну, в любом случае, как я и говорю, угадать прям точно дно невозможно, да, это невозможно, и то, что я рассказал, это лишь статистические данные, которые вот для инвестора глобально, они, ну, мало информативны, но я вам рассказал, да, как я их буду использовать в своем случае, да, то есть, как бы ничего такого сверхъестественного спекулятивного. Но для спекулянта я для себя определил, да, что вот есть признаки, есть сигналы, соответственно, просто нужно дождаться необходимых паттернов разворота и, соответственно, действовать, вот. И, как я и сказал, напоследок я еще покажу один график, одну статистику, давайте я открою это в отдельной вкладке, вот здесь на экране у нас изображена статистика, то есть, в текущем году индекс S&P 500 падал 2 квартала подряд и упал более чем на 15%. И в данной таблице приведены все предыдущие случаи, когда такая же история происходила, ну, в предыдущие разы, да, то есть, сентябрь 46-го, июнь 62-го, вот, то есть, когда два квартала подряд индекс S&P падал и упал аж на больше плюс 15%. То есть, соответственно, какая дальше была динамика у индекса S&P 500? Ну, посмотрим. В следующем квартале среднее значение, то есть, мы видим, что практически 90% был позитивный исход, среднее значение рост на 6,2% и на 6, ну, медианное значение 6,34. Вот, то есть, это говорит о том, что за третий квартал индекс S&P 500 может подрасти относительно, там, 2 июня, то есть, вот, если мы откроем, опять-таки, график индекса S&P 500, график индекса S&P 500 и найдем здесь, вот, 2 июня, то относительно вот этой цены он может подрасти, скажем так, до конца третьего квартала до уровня 4,300, да, то есть, до уровня 4,300. Вот, если говорить про полугодие и год, да, то есть, вот, пожалуйста, вы также можете видеть отметки, да, в среднем через полгода индекс S&P 500 был выше на 15% и через год на 26%. Вот, я, конечно же, не верю, что через год мы будем выше на 26% в среднем, но, опять-таки, верю-не верю, это вопрос того, как же все-таки будет действовать федеральная зрительная система, но в любом случае, как видите, эта статистика пока перекликается с тем, что мы разобрали в начале. Ну, а теперь главный вопрос, стоит ли покупать акции и какие акции, да, то есть, как бы, ну, стоит ли конкретно вам покупать акции, я не знаю, по одной простой причине, что ответ на этот вопрос лежит в плоскости вашей текущей жизненной ситуации, то есть, какая у вас цель стоит, какой горизонт, какая задача и прочие другие фундаментальные факторы, о которых вы можете узнать на канале YouTube, пожалуйста, бесплатный курс загружен на канале и все прочее. Если же вам нужна помощь в формировании вашего личного финансового плана, ссылка есть в описании, пожалуйста, обращайтесь. Вот, какие акции покупать здесь тоже, понимаете, это не любой мой совет, это будет пальцем в небо и по одной простой причине, что, представьте, вы приходите к доктору и говорите, доктор, порекомендуйте мне лекарства, а он говорит, слушайте, ну, сейчас анальгин очень крутая штука, а у вас запор, да, то есть, как бы, ну, будете без головной боли, но зато с запором. То есть, вот такая вот история складывается и в акции. То есть, я не могу сказать вам, стоит ли конкретно вам, дорогой зритель или слушатель, покупать акции, я не знаю, я лишь вот предоставил информацию, вы уже сами принимаете решение. Если же вы хотите, скажем так, более взвешенного профессионального и правильного подхода, то это только через личную беседу и консультацию. Что ж, у меня на этом все. Если было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока-пока.